Собственники аварийного жилья в Приволжске ждут новые квартиры. Застройщик этих многоэтажек, когда новенькие дома, наконец, введут в эксплуатацию. Заселиться сюда люди могли бы уже в сентябре прошлого года, если бы не одно большое «но». Дома практически полностью готовы принять новоселов. Здесь есть даже плита, счетчик, установлена раковина, есть газовая колонка. Но не хватает, пожалуй, одного – электричества. Несколько месяцев дело практически не движется с мертвой точки. Содержание уже построенных домов обходится застройщику недешево – 105 тысяч рублей в месяц. Вот 7 месяцев, все вот это охрана круглосуточная, электроэнергия – это все на меня? Это честь чего? Вот вы мне скажите. Пока дома находились без охраны, здесь было раздолье для воров. Злоумышленники успели похитить газовые котлы. Затраты на размещение убытков никто не компенсирует. Украли 9 штук, а заплатили где-то 90 тысяч, что ли, либо что-то. Вот, это все за счет подрядчика. За электроэнергия до сих пор в январе месяц исключительно сам платил. Пока не отказался официально, опять же, отказался. Сейчас в письменном виде 2 или 3 февраля этого года я им сообщил о том, что снимаю и охрану. Но у них эти сети как не было готовы, до сих пор не готовы. Кто будет охранять, кто чего будет воровать, кто будет за это все отвечать – не знаю. За всей этой непростой ситуацией следят чиновники, как областного правительства, так и местные власти. Заказчик муниципального района занимается этим. Вот сейчас мы еще переместимся к главе Валерии Славовича обязанности, с ней этот вопрос проговорим. Пока нам обозначают сроки, это порядка двух месяцев, будем все стараться как-то попытаться ускорить этот процесс. А эти 4 дома на улице Фурманово в Приволжске должны были построить еще в конце прошлого года. Проблемы схожие. Сложности с получением документации для подведения газа и воды. А по электроснабжению технические условия не получены до сих пор. Есть и сложности с финансированием. У нас сейчас пока с нового года не осуществляется, поскольку деньги не возвращены в бюджет Приволжского городского поселения. Обещают в марте деньги вернуть, и у нас пойдет должным образом финансирование. Пока мы строим сейчас, исходя из собственных средств. К концу июля все строительные работы на улице Фурманово, в том числе связанные с благоустройством, планируется завершить. Если все пойдет по плану, то 1 сентября сюда уже заселятся первые жильцы. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Приволжск. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ